Парванная дробь! Земляк, не загрязняй свой город! Мыслях не было. Убитый в хлам Каннский мост. И что? Как вы думаете? Такой часть у тела фортуна к нам повернется. Время без десяти четыре. Любовь повернулась ко мне задом. Сейчас посмотрим. С моста я ничего не вижу. Пока, во всяком случае. Ну они обычно под мостом идут. Прячутся. Сейчас спустимся, посмотрим. Попробуем поехать. Или, как говорят, подождать. Вот чёстка постоянно тут мотается. Подожди, горит в полчасика, 20 минут, полчаса. Они же постоянно стоять не будут. Ну тоже. А если они два часа будут стоять? Два часа тоже не вариант стоять. Ждать. Эх, светло красное. Ну и шо? Через сто метров плавно поверните направо. Я пока не вижу. Может нам это? Фарт? Шемкенские тут. Ну давайте посмотрим фарт. На нашей стороне фортуна или нет? Ё-моё, на нашей. Нету никого. Поехали. Через 200 метров. Поехали. Тёска. Респект. Вот всё, что не делается, всё к лучшему. Спасибо. Вот постояли и удовольствие получили. Кофе попили. Познакомились. Ещё на одного друга больше стало. Товарищи. И? Полицаев нету. Дай бог сейчас за 10 минут Канс проскочим и гутафаром дальше. Видите? Минус два. Там я чувствую обездная выглядит очень весело. нашел его пиолетом через 1 минут Кану. Тарья, ну, уже начнёт трогаться. Она сейчас будет ку-ку-ку-ку. А-а-а-а-а. Как курица наносит. Кхм! Кхм! Наносести. Кбай. Наносит. Край. Поехали. Чак. Лёх. Супер. Лёхе сообщим. все теска никого не было огонь лечу по канску как ты говорил что в это время никого не будет спасибо за инфу будем иметь цветов давай удачки дружище ну вот как-то так того конс карта цепляешь вот что после арки там вот этот вот кружок руку пятачок это ну кстати мы не одиноки вон тоже кто-то тоже scania какая-то пошел за мной под знак ну чуть не нужно канск рассмотреть лицей местный как бы толком ты не рассматриваешь ничего с той стороны но с той стороны талант я не зная с той стороны никогда никого не видел а вообще скорее бы уже объездную построили что весь этот головняк отпал так же как с мариинском так нам в аптеку надо но это уже туда на европейской части пойдем наверно в пензе на петушке опять целый список лекарств на следующем повороте направо все тает все тает весна в общем так как затруднение тут может выдавать только вот этот вот кусочек вот здесь вот видите здесь вот как бы один светофор второе особенно когда оттуда выезжаешь там как-то так на надо хитро левее правее короче не совсем вот когда отсюда выезжаешь здесь надо вот сюда и потом отсюда а так вот и все дальше все промзон ну и огонь хорошо коль так и время терять не надо разговоры разговаривать и денежки целые и и время на проезд и машину убивать не надо и проскочили быстро практически он пошел ввысь красавчик я смотрю у них полеты тут какие-то сегодня по объездной ехал видел один садился а так он один пошел в небо голубое не знаю видно вам или нет но поверьте на слово надо конечно будет еще и на дорогу умудряться смотреть я мы никто не отменял сегодня какой-то движняк идут какие-то учебные полеты потому что потому что засветились после каннска авиабаза как он правильно называется авиабаза наверно короче вот здесь с поспорим может эти тут за ничкованных не видно то хвосты торчали они сейчас наверное все на взлет на взлетке а можете все в небе я сейчас бы какой-нибудь взлетел бы прямо вот перед нами учет не хочет чуть-чуть мы опоздали ушел в небо красавчик не он торчат и это даже звезды еще советские советских времен он стоят у вас соседа нету сосед наверно в небо пошел короче не видать нам взлета изблизи обидно осадно может другой раз повезет разница проще ца шикарная зеленая березовая да такая расцветать начнет листики песня двести до края до красноярска остается нам отсюда печку топит или что буржуйку а нет так костерок разожгли так тормозим тормозим усик улетел он даже гаишники сам увидите ногой откапывает сейчас наверное все вот уралом его попробую достать даже не спрашиваю почему не интересуются хотя сухо ровно солнечно почему-то что он туда съехал сейчас вытащат велосипед этот достать тем более не лег ничего все получится нормально машинки чумазинки навстречу ну и кеймы чумаза ведь вообще не знаю ну там тимочка рифан говорит что у него снег на урале вчера был тоже все посыпали в общем не будем мыться уже тут как-нибудь доездим грязные а потом уже вымоемся перед этим самым кстати да в родинку ну вы же видели там что когда я в этот ехал мы с ним в гоше встречались в воду вез эту байкал потекла говорит ну как потекла ну вот так говорит там короче он там разговаривал раньше какие-то вот эти и даже не знаю как ее назвать короче вот эта емкость куда эту воду заливали они как были какие-то там буржуськие плотные там и что и все и нормально ехала а сейчас вот получается ну вы сами видели там если там серию тут посмотреть что она там это колыхается там как я бы сказал что он молчу вот ну и все говорит вот сейчас говорит что говорит не только соль потекла даже фотку мне скинул вот у него это видите там мороз на улице минус 11 и это вот вода еще целый айсберг я говорю и что а если ты ну говорит я позвонил клиенту ну типа тебе сказали ну там до тонны говорят как бы пофигу а то говорит в случае были люди там грузили 18 тонн привозили 4 представлять все остальное искала не знаю чем дело кончится но я думаю тимка нас расскажет по идее ему еще ночь переночевать и завтра сегодня у нас 16 вторник завтра в среду по идее он будет ульяновский выгружаться так я так я так понял сегодня да вот расскажет чем что кончилось если не забуду то я с вами тоже поделюсь прикол такой мороз минус 20 20 это течет весело вот так что много это тоже не первый случай уже до этого возили там знакомые частенько так вот она вытекает летом они говорят цистернах возят там и вот там ульяновские резервуары большие и заполняют этой водой а тут видно довозят почему он врачи везет потому что допустим ко мне не загрузишь на улице мороз замерзнуть может а в рэпах вот везут там температурный режим наседила вот ну а мы чего сколько тут 136 это уже после обездной красноярска будем уходить направо в сторону кемерово кемерово скоро солнышко спрячется вечереет у нас время пол седьмого пока ездят они такие или биг-беги везет которые мы тогда возили отсюда в этот на заявно шушенскую гэс здесь откуда в лесу я грузился как раз вот здесь недалеко очень похоже на эти такие же самые я возил запах колодок стоит за коллегой аж в носу защипало держал держал решил отпустить сто процентов вот он эти биг-беги везет и повезет туда в этом настоянно шушенскую ну не настоянно шушенскую господи как это назывался ну а я выскочила столовой короче не доезжая сояно-шушенской там связано с алюминием что ли русал что ли вот по-моему туда шоу такая шина сплошная правда брота русал там не доезжая свояно-шушенская а может и нет ну я знаю что я вот такие возил когда зимой там поехал по лесу по лесной дороге добирался нифига себе в шоке не не оказался ничего так хорошо на сам подъем то хорошо садится из горы боится но вначале держит так вот все нормально бежит все равно обходить надо сейчас будет подъем большой и все там присядет и мы за ним вместе там куча машин спускается и вроде бы то большое-большое окно но нет небольшое и 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 обходить и тут особо не раз и не обойдешь лишнюю идёт такой серьезно чем западнее машин все больше больше становится особенно почувствовалось это после каннска это вот так анска едешь я лишь так движение не практически никакого а после каннского до красноярска сплошной поток учуству ладошку на вторую сторону у нас уже скоро красноярская не знаю немножко осталось братан на подъем меня посадил мазик девятый ташка им позора нет тоже нелегко подсели бы сзади одиночка маленький камазик пустой пропустим уже давно там за мной мучается бедный никак у него не получалось обогнать и нас регион мариинске забрел о смотрите автобус заходит не о план догадайтесь трех раз кто за рулем этого автобуса никогда не догадаетесь вернее догадаетесь руководитель руководитель крастоярской банды казаностры александр громов мы буквально на пару минут красноярск-качинск-назарова так что ты порожняком бегаешь дядька здорово привет а чё ты порожняком то где люди но туда много было а туда много назад никого нету пустой автобус я смотрю вот он твой красавчик наконец-то мы его увидел сблизи ничего что я тебя руководителем казаностры красноярской обозвал нет не знаю что как казаностры итальянская мафия а у вас красноярская огонь аппарат сколько уже набегал 500 полля получил 340 но сейчас ну скоро набегаешь но это из-за пандемии сто тысяч на нем да ну не только на нем на всех но я понял 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 среднем судей а пандемия видишь маленько нас подкосило ясно хорошим не ну тогда аппарат а внутрь можно заглянуть вообще запна пассажирская сиденья то есть на водительской глянуть оплах а ушам это не утопа он тянет на тебя откидывается на . на полу на полу а все я понял я чё нормально огонь все видно те что камерами вот камера вот камера вот камера нарушилась полетела не но это понятно ясно короче лёша Ачинск он там ну я знаю это полтора часа ты будешь там и там тебя будет сдать сюрприз и вот я хочу тебе предложить такую загадку вот этот сочинил стихи пока ехал пока ехал надо шоферская кепка путевка в руке вожу я машину по трассам везде подписчики скачут за мной по пятам и бросит меня прокате капитан вот что это будет потом знаешь а это это мне там скажут в вачинске хватит я так понимаю вачинске вторая вторая часть вторая волна красноярской казаностры да будет меня встречается я понял теперь обращение к александру руководителю компания пожалуйста александр я вас прошу пришлите лёша на пару дней сюда обещаю вернуть его живым александр багратович вы слышали ну и можешь меня поздравить три часа назад я дедом стал александр багратович и штаны сеть городу отращивается теперь я уже ранг из пиран сменил теперь уже те кошмар еще значит хочу тебе рассказать одну историю которая со мной случилось совсем недавно значит она меня так взволновала хотя я работаю с людьми но у меня все было и убивали меня сожжем кидались и любили целовали как говорится и те которые приедут сейчас все скажут спасибо потому что 30 лет я их вожу а они говорят мне спасибо и все приехали живые но тут произошел такой случай вот когда вели вот эту маску сначала нас не трогали никто а потом гаишники стали ловить пассажиров и меня чтобы ездить в маску да ты что да и вот едет машина гаишная навстречу мне попадается смотрю разворачивается включает люстры и за мной нагоняет выходит оттуда здесь мы на трассе всех сезаем все гаишника все но не зовут фамилии выходит оттуда один такой капитан эмулеток 45 может чуть побольше всего время поражает с такой возраст капитан зиму а второй молоденький лейтенантик побежал по салону а капитан остался здесь где ты почему маску то не носишь я выхожу из этого по нему выйдем а то тут камеры поговорим выхожу капитан ну как так ведь это тебе надо бегать по салону искать без масочников хотя и это сам я бы я тоже капитан но только в отставке понимаешь мы даже у равных с тобой это где бы ты понимаешь раньше когда офицеры теряли свою честь достоинство они брали пистолет и стрелялись ничего не сказал капитан ушел в машину волча сел и поехал но уехали вот этим бы вроде и закончилась история но тут на следующий день я еду точно по этой же маршруту и этот капитан стоит на дороге останавливает меня жезлом когда день ясный и солнечный день когда он увидел что это ясный за рулем он опустил жезл показывает проезжать и отдал мне честь даже я был в шоке бывает и такое те сколько можно стоять да еще мы все можно я это я не собираюсь точно тут полет убрать устраивать ты со мной где фуры устроили 2 не габарита ищение под сотку херачит больше даже на по ночи по ночи не говорю я людей вот мне не надо мне конечно 80 90 90 тоже много потихоньку потихоньку они все хотят домой естественно работа сама по себе творческая интересно случае очень много таких хочу рассказать это так позитив немножко для зрителей канала немножко введем позитив понимаешь эта история получается каждый раз как только в автобусе не хватает свободных мест новый год какие-то праздники ну нету билетов люди хотят уехать места бывают есть куда не придет или еще что-то а тут лето жаркое такое лето подходит ко мне девушка вот эта юбка которая на ней была одета я все время повреждать зачем она ее вообще делать это это подходит на подножку на переднюю так вот так и ставит ведь мужчина вы не стоя не возьмете девушка извините я сегодня на работе как-нибудь это а почему говорю так экзотично то долгая пауза салон начинает уже повхакатывать она говорит а вы о чем подумали вы это имели ввиду я имел ввиду что вам уехать надо думаю не буду обострять эти конфликты вот а вообще автобус задает это вообще это у меня напарник был лёша он уже на пенсии он со временем я любил денег очень подкалывать вот это вот это все любил и это все история если же за рулем мы едем по-моему в кемерово в этапе подходит ко мне женщина пожилая такая бабушка и говорит сынок возьми стоя пожалуйста слышу упало чьё-то тело в проход это лёша соски и упал ну и потом где-то часа два он мне вот все это хорошо такую красавицу он не взял но расплата пришла к нему в смысле видит бог и расплата пришла где-то в районе кижина подходит он уже за рулем подходит на мужик шуфер стоя возьми меня упали уже все пассажиры которые там сидели мы можем конечно это долго но во время то нету до времени нету нету времени нету времени пообщаться пять минут постояли все понесся сашка ему людей вести и мы поедем сейчас до ачинска давай за неудачи давай тише тут люди спят сигналишь и мы поедем в ачинск внучку замачивать так что вот так дед поехали дед работать до ачинске еще вторая часть марлезонского балета предстоит короче как-то так посчитал не хватает мне до кемерово 100 литров где-то до заправки ну да толкнул чтоб да от нефти доехать сейчас зальем вот соточку на газпроме перед ачинском и все и поедем спать ну сначала чудо там нас ждет еще интересное сюрприз какой-то и после этого будем ложиться спать ну сходим в кафе отметим поужинаем рождение внучи и все на этом без фанатизма завтра работать все заливаем поехали наш любимый ачинский светофорчик сразу за ним поедем сюда направо на стоянку хотя на и не понравилось в прошлый раз на следующем повороте поверните налево при повороте здесь налево знаете что вас могут с левой стороны протаранить в плачину поворачивая туда дальше в город да с дорогами в ачинске конечно все крайне печально не маша все сегодня все спать поехали поедем дальше вовнутрь по дорожной не знаю часов 9-10 да без проблем самый как самый самое главное чтобы я оттуда с этого самого конца потом выехал вот за что я переживаю а ну в принципе вы иду почему нет вон там машины тоже стоят получается надо развернуться и задом туда заполкать нет тут чищено тут нет даже разворачиваться не надо ну как не надо надо но готовьтесь к правому повороту через 800 метров вот здесь вот так по кругу это все сделаем надо было 4 по бери надо было наоборот ехать разворачиваться ладно сейчас по идее можно даже сюда наверное и мордой затолкать вот так по прямой потом назад завтра назад выедем здесь горочки получается назад и уклончик вправо ну все красиво все отлично завтра с горочки она назад поедет вон там Субтитры сделал DimaTorzok